Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гаранти Монт. И сегодня мы вам покажем, как мы клиним гипсовые 3D панели. Изначально начнем с подготовки и покажу вам, у нас их будут два вида. Одни вот эти вот полосочки вертикальные. Толщина, кстати, этой 3D панели у нас 32 мм. Где-то так, плюс-минус. У нас такая вот аттракция для полосочки. Это в самом дальнем будет у нас 20 мм. Два вида панели, они будут у нас на разных стенах. Итак, в первую очередь занимаемся подготовкой. Вот у нас стена, на которой мы будем клеить наши 3D панели. Была нашпаклевана. Мы с помощью шлифовальной машины и пылесоса сняли шпаклевки до основания, до штукатурки. Проверили, штукатурка у нас держится прочно везде. Здесь у нас будет зона ТВ. Закачивать захотелось, чтобы хронштейн и розетки были у нас отоплены. Поэтому сделаны вот такие вот ниши. Первое, с чего мы начинаем по дизайн-проекту, это отбиваем наш уровень. И делаем прочно вставание. В данном случае это будет профиль для дикликационов, на котором мы будем переставить на клей наш гипсовый 3D панель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед началом работ обязательно проверяем геометрию наших гипсовых панелей. То есть желательно не иметь большой угольник. Вот, и приставляем его таким вот образом. Проверяем, видим. По этой стороне у нас нормально, по этой тоже хорошо. Переходим по другую сторону. Сейчас начнем троги. А он довольно грязный. По этой стороне тоже она у нас в геометрии. Может быть, еще не в геометрии, а в плоскости. Но это уже, как и мастер будет глить. Возьмем большую гребеночку. Соответственно, будем регулировать. На каждый момент у нас есть определенная длина. Соответственно, мы будем начинать панель с ценной полоски, скажем так. Соответственно, нам нужно немножко подрезать. Так, в другую сторону тоже пришла целая полоска. Соответственно, сейчас мы будем вырезать наш гипсовый панель. С помощью обычной пилы с мелким зубом. Кстати, вот этот вариант – приемлемое сило. Пробуем вырезать по металлу. Тоже можно резать, но периодично. Так как у пилки есть, это вот фибро. Впрочем, лучше использовать вот этот вариант, но быстрее будет. Гипсовый панель – это очень хрупкий материал. Потому, прежде чем отпилить, всегда смотрим на углы. Часто бывает так, что даже в упаковке идут уголки у нас скольные. Сколотые штуки отпилить от голодных угол, скажем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в чем сложность будет еще дополнительная? Так это в том, что с торца у 3D-панели у нас располагается профиль для диодной подсветки. Вот. Нам нужно сделать паз, чтобы наш профиль запролицу утопился в нашу гипсовую 3D-панель с торца. То есть вот с этой вот стороны. Соответственно, мы с помощью вот такого резера и фрезы по размеру вот этого вот профиля будем делать там паз, куда мы в дальнейшем будем монтировать наш демодный профиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, короче, мы уже в резный паз. Вот. И профиль у нас становится заподлицо с этой стороны и практически заподлицо с торца. Вот. Ну, снизу здесь будет у нас наноситься герметик, клей. Вот. Как раз он компенсирует вот эту вот высоту, которую мы выбрали немножко вот лишнюю, порядка двух миллиметров под герметик. Видите, панель выше, чем профиль. Ну и дальше, чтобы паз не задерживать, мы обработаем еще нижнокрестные панели. И скоро мы их вам вернем сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, поскольку у нас гипсовые панели, сделанных кустарно-скосовым, к слову говоря, гладкая задняя поверхность, она может быть шитхалой, чтобы повысить отгезди, значит, мы искусственный способ берем нож, любой подручный материал, берем терку и делаем такого рода носительные панели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас мы делаем насечки с помощью ножа, часто написано так, в панели, которые отлиты кустарным способом, что будет образоваться крупный порох. Вот видите, вот как пузыри есть с обратной стороны, это все пузырьки воздуха. Это еще свидетельство того, что панели отлиты гаражным способом, не на производстве, так как вот эти воздушные пузыри, которые там остались, образуются, когда заливают массу в форму. Соответственно, панели делались без вибростола, который бы эти пузырьки воздуха выгонял бы наверх. Это еще и показатель не качественного материала. После того, как мы сделали насечки, берем любую кисточку, сметанную пыль, которая образовалась у нас. Дальше берем грунтовку глубокого проникновения, концентрат, и с помощью кисти удобного инструмента, валика, наносим. И хорошо принтуем нашу панельнику. Также проходим грунтовкой все наши торцы, поскольку туда мы будем забивать нашу шпаглевку, либо унифлот, то есть раствор для заделки стыков, который в дальнейшем высох, и мы будем обрабатывать это все дело на ждачке. Поэтому тщательно грунтуем интерцент. Берем гребенку, в данном случае у нас шестерочка, вчера мы вкладывали на 12-ку. Будем промазывать основание и наносить клей. С помощью клея, кстати, мы будем наши панели приклеивать. Не шпаглевки там и так далее, а именно клей. При повышенной фиксации белый взяли. Будем наносить клею на основание и на саму гипсовую панель. Перед монтажом мы уже задали горизонт. Теперь, отбивая с помощью лазера еще в вертикальную линию, будем придерживаться при монтаже ее. После того, как гребеночка нанесли, берем какую-то тряпочку, либо какие-то перчатки, торцы обязательно протираем, поскольку здесь у нас будет совсем другой раствор, а этот будет давать нам ненужную толщину. Итак, берем гипсовую панель и прикладываем. Так, где у нас? Надо какую-то подпорочку чуть-чуть. Можно отпускаться. Аккуратно вот таким способом пристукинули. Блин, наш кусочек. Кайфанка, откололся. Кусочек откололся. Сейчас, когда будем заделывать стыки, приклеим обратно, чтобы меточку там работы было зачищать. А я вот сюда, полону. Итак, поскольку здесь у нас будет Миша под крештейн для телевизора, если нам нужно ее обойти вокруг панельными, отмечать будем, ну, по факту, скажем, сразу. То есть, у нас есть наш такой миниат-косик. Ставлю меточку здесь и ставлю меточку здесь. Вот. И вот эти вот кусочек, которые мы сейчас будем вырезать. Так, все наши стыки, примыкания двух панелей, все швы мы заделываем. В данном случае будем заделывать юнифлотом, поскольку он хорошо у нас шлифуется и имеется в виду состоящее вещество, хорошее эластичное, которое тщательно будет скреплять наш анонименный салон. Вот, то есть, все стыки мы прогрутовали и сверху наносим наш полон плот. Слой наносим не очень большой, чтобы чисто заделались стыки у нас. Хоть иногда прикладываем уровень, проверяем ровность всех панелей. Почти ровно. Как я уже говорил, наш кусочек уберем, промазываем все нашим мифлотом. Он у нас тут ослоился на две части. Здесь тоже зафигачим на всякие пожарные. Склеиваем его вначале между собой. Вот так, видите, он вроде держится у нас. И дальше вклеиваем все вот туда. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, смотрим, предпоследний кусок у нас и шел, и начал скалываться, причина тому кустарное производство панелей. Вот. На качественных панелях мы такого практически не встречали, ну, за редким исключением. Вот. В таких панелях встречается часто. Но это составляет небольшие трудности по концу, поскольку придется эти стыки отшпаклевывать нам и зачищать, как бы. Ну, дело поправимо. Наши стенки 3D панелей практически готовы. Осталось нам заделать стыки. Будет. И отшлифовать это все дело. И подготовить, так сказать, к покраске. Вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok